Свалки около домов, мусор в парках и пакеты, которые не забирают с собой путешественники. Теперь бороться с ними будет проще, ведь в Рязани начала работа интерактивная карта свалок. Она охватывает всю Россию, а рязанским фрагментом будут заниматься местные активисты. Проект сделан на базе Яндекс.Карт и помочь в его развитии может каждый. Достаточно найти на сайт kartasvalok.ru или kartasvalok.rf, поставить метку в месте, где вы увидите скопление мусора и заполнить простую форму обратной связи, указав свои контактные данные и прикрепив фото или видео подтверждение. Это, как правило, бытовой мусор или строительный. Ну или есть гораздо опаснее свалки, как у нас, например, свалка в Турлатово, где складывают в 50 метрах от верховьев листвянки, обводной канал, так называемый, это фактически листвянка, ядохимикаты второго класса опасности. Сначала такая метка отправится на модерацию. Она будет серой и видимой только для администраторов. Сейчас таким цветом обозначены 34 свалки. После того, как информацию проверят, метка станет красной. Ее увидят все пользователи сети. Сейчас на карте их около 15. Желтой точкой станет, когда начнется работа по ее ликвидации. И зеленой, когда проблему устранят. Что значит проблема решена? Либо свалка ликвидирована, и мы имеем подтверждение. Либо, если это какая-то серая свалка или серый полигон, приняты меры, виновные и наказаны. Это тоже решение вопроса. Точку можно поставить анонимно, а также включить галочку, что готов помочь в ее ликвидации. Однако убирать мусор будут не только активисты. В карте предусмотрена удобная форма взаимодействия с властью. На место будут выезжать природоохранная прокуратура и местная администрация. Это не случайно, ведь все территории в регионе, даже леса и поля, принадлежат конкретным поселениям. Кстати, многие незаконные свалки располагаются около маленьких деревень. И чем меньше людей там живет, тем больше вокруг мусора. К сожалению, из двух тысяч поселений только в 700 организован вывоз мусора. Это же все же должно оплачиваться. И стоит вопрос по экономике. Когда это завышены цифры, тех полигонов, которые выставляете счета, конечно, жители, пенсионеры пожилые, они вынуждены отказываться от этого. Такое внимание к свалкам не случайно, ведь они влияют на развитие онкологических заболеваний. Рязанская область, к сожалению, входит здесь в число лидеров. Однако сами активисты призывают не просто убирать мусор, а перерабатывать его. В городе действует несколько мусороперерабатывающих заводов, и они недозагружены. Сейчас мусор делят всего на три категории. Это бумага, стекло и пластик. Раз в неделю в городе открываются пункты сбора, на которых сдать отходы могут все желающие. Если вы действительно хотите помочь улучшению экологической ситуации в регионе, теперь у вас для этого есть все ресурсы.